Девушки отдыхают Диорк отправился за вами, но вы исчезли. Как? А я лунатик. Отойди! Немедленно! Брось пушку. Я не могу. Так? Нам известно, что вам как-то помогла Бет Уайлдер. Значит, и остальное вам известно? Нет. Потому что все свидетели ваших дальнейших действий мертвы. Я понятия не имел, куда я попал и почему. И даже не задавался этими вопросами. Казалось, что мне все это снится. Я просто ждал, когда проснусь. Продолжение следует... Старая фронт-зона. А почему сюда? Другого пути нет. Другого пути нет. Нужно найти другой путь. Странно. Ага. Значит, длится оно... Недолго. Когда произошел разлом, некоторые вещи как бы поплыли во времени. Мои новые способности позволяли мне их перемещать, откатывать назад. Тут не пройти. Нужно найти другой путь. Видимо, придется лезть через крышу. Третья фронт-зона. 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 Продолжение следует... Лицо пола на экране было, словно соль на рану. Мне не сбежать от того, что случилось. Того, что он сделал. Я должен был понять, зачем он так поступил. И одновременно мне хотелось всадить ему пулю в башку, не дав открыть рот. Показательный был график. Монарх устроил в свою защиту мощную кампанию в прессе. Признание Эми Феррара идет в эфир через несколько минут. А что насчет Джека Джойса? После этой трансляции его бросятся искать весь город. Ему некуда будет податься. И он придет ко мне. На прием? Вы уверены? Да. Эй. Чего это жнец делает с камерами в секторе А3? Какой-то дуру по имени Эми назначили лицом пиар-компании Сарина. Они там записывают ее признание. Мы взорвали библиотеку, чтобы сбить всех с толку. СМИ начнут расследование, а Эми во всем обвинит протестующих. Ты думаешь, этого хватит? Мы там здоровы. Мне надоело еще. Пора. Он тут повсюду. Заходи сбоку. Вы видели? Брак обнаружен. Пошли, пошли, пошли. Гот! Найдите со спины! Слава богу, это за Уилла. КОНЕЦ кажется кроме лифта мне идти некуда тут где-то должен быть генератор нет питания как всегда так лифт нужно подключить к сети вот так это еще что такое алло это тебя искал мой брат я пыталась тебя спасти когда ты вдруг решил поиграть в рэмбо на складе ладно слушай внимательно ты на задворках ранон добывающий база монарха пол сарин в доках тут неподалеку веселого мало но возможно нам доки если пол и правда в доках то мне туда джек нам нужно заняться разломом время на исходе уилл сказал он уилл мертв а мой лучший друг стал гребанным чудовищем он знал что это произойдет готовился заранее он знает что происходит я найду его совпадением это быть не могло я сделала как вы сказали пожалуйста пожалуйста отпустите меня я ничего не сделала я только нечестно да джек джойс ты с митинга что ты мне очень жаль я не хотела но они меня заставили что заставили что это за место они заставили меня врать на камеру для новостей наверное прости джек они грозили меня убить ну тихо-тихо ты не виновата ты ни в чем не виновата я рад что ты жива боже я знала что монарх затевает что-то но чтобы такое слушай мне нужно в доке знаешь как туда попасть нет не знаю но меня кажется провели через кпп поблизости могу помочь тебе пройти через него я у тебя в долгу кпп вон там я знала что с монархом не все чисто но чтобы так они манипулируют телевидением всеми это даже им не замять слишком круто захотят замнут поверь заперто так где-то здесь должен быть пульт да я поищу в монархе все переврали говорят что протестующие взбесились и взорвали библиотеку они винят тебя джек это пол все на меня повесил сработало они слишком быстро закрываются ты не успеешь успею о господи ты прямо как они как то я видела их по пути сюда солдаты в скафандрах они телепортировались и что ли это что-то новенькое я думала что умом тронулась теперь и ты туда же что тут происходит уверена что хочешь выяснить ты только что наплевал на все законы физики конечно хочу но в общем мне брат пытался это объяснить короче время она как яйцо и она кокнулась временное яйцо и она кокнулась разбито не знаю в общем что что почему вдруг яйцо время кончается и монарх как-то к этому причастен проведи меня в доки и я выясню как именно попробуй залезть вон вторг но на втором этаже да дельная мысль жди здесь ну я расскажу тебе все что знаю но если мозги закипят я не виновата все думают что монархом управляет этот скользкий гад мартин хэтч но тут все ходят по каким-то полом сарином видим это он основал монарх в девяносто девятом году так вот полом сарином звали руководителя какого-то сверхсекретного проекта у нас на факультете физики думаешь это один и тот же человек а вот и нет я слышала что монарх хотел у нас этот проект украсить а зачем воровать у себя же и потом я разок видел этого пола сарина ему на вид лет 30 монарх же был основан девяносто девятом году ему тогда сколько было 14 он что бизнес вундеркинд сомневаюсь короче мозги закипают значит пол основал монарх нужно добраться до окна окно высоковато но по-другому внутренне попасть эту штуку тоже можно мотать у меня начинает получаться так вот и все джек давай через окно получилось теперь к двери вертолет мистера с айвина направляет наконец-то отлично я должна искупить свою вину попробую выяснить что все таки задумали в монархе что там происходит некоторые из протестующих перешли черту чёрт и вспыхнули джек прости они меня заставили я знаю у тебя не было выбора обстановка и вправду чудовищная вон там есть карта посмотри куда тебе идти открыто рассказать о такой судя по всему опасной личности джек посмотри на карту эпицентр раньше там была мастерская брата похоже кратчайший путь к полу лежит через него полу полу с айрину так ты за ним уйдешь в доке у меня к нему свои счеты тебе лучше посидеть тут пока я не закончу да пожалуй я открою дверь ладно будь на связи найди рацию я буду на третьем канале и будь осторожна хорошо ты тоже мы все еще не знаем место нахождения джойсы говорят его братик перед смертью визжал как свинья пусть только появится он у меня еще громче завизжит ах ты прямой наводкой понравился мой диск мои способности продолжали непредсказуемо усиливаться я нашла рацию ты жив и опасен анарх гудит словно улей они слышали шум и знают что ты близко будь осторожен буду начеку а чёрт это боец страдовиком иду к врагу скотина может поговорим может поговорим а это боец страдовиком иду к врагу Скотина! Может, поговорим? Приближаемся! Союзник убит! Это тоже паренёк! А подавление? Передайте. Эй, это Джойс. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Зайдите с тыла! Союзник убит! Союзник убит! Союзник убит! Эти готовы. 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 Заходите с фланга! Шевелись! Ох, блин! Джек? Да. Я кое-что раскопала. На этом предприятии добывают вроде как топливо для какого-то прибора под названием РХП. Знакомое название? РХП? Нет, а что это? Точно не знаю, но, похоже, что-то очень важное. То, что они украли из университета, и эта база, все это так или иначе связано с РХП. Что же затеял пол? Приступим. Очень скоро концентрация хрононов упадет до уровня, при котором эпицентр потеряет актуальность. Я готовлю презентацию по всем ключевым пунктам. Все должны с ней ознакомиться... София Эмералл. Главный специалист монарха по хрононам. Добрый день. Я доктор София Эмералл. Наверняка она знает хотя бы часть того же, что Уилл. Монарху удалось добиться технологического прорыва в области применения частиц Мейера Джойса, более известных как хрононы. Четвертого июля 2010 года в крайне ограниченной области в промышленной зоне Риверпорта стали происходить временные аномалии. Сейчас мы зовем эту область к певицам. Лоттер, лоттер. В результате последовал исключительно мощный выброс хрононов. Это был идеальный условие своих добычи. Все происходящее с натальными материалами. Эти птицы лежат в основе всех хронотехнологий, Регулятор хронофона. У нас в лакерии! Попробно обеспечить степилизацию и регулирование больших скоплений двух частиц. Регулятор хронофона. Все окончено. Сядь. 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 Прикройте! 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 Эти частицы уже откроются в хронотехнологии Монарха, в особенности регулятор хронополия, сокращенно РХП. Это единственное устройство, способное обеспечить стабилизацию и регулирование больших стабилей этих. Когда придет время, все контейнеры с хрононами будут переправлены отсюда в главное здание Монарха, где расположен РХП. Доступ к контейнерам разрешен только ограниченному кругу фотоградов. Уникальные временные аномалии учащаются по меру приближения к периметру этих центров. В этой области, обозначенные как «желтая зона», концентрированные, пригодные к разработке и мусородвению хронов. Там периметр этих центров пересекать строжайше воспрещается. За ним начинается «красная зона», где ход времени нарушен и непредсказуемо меняется. Многие из тех, кто входил в «красную зону», так и не вернулись. Мы знаем, что разлом произойдет 8 октября 2016 года. Мы предполагаем, что с этого момента концентрация хрононов в эпицентре начнет падать. Пока временные аномалии не прекратятся. Где же выход? Здесь выхода нет. Надо найти что-нибудь, что поможет забраться наверх. Ого! Вот это лифт. Джек, я тут нашла в документах, что монарх сегодня организовывает закрытую вечеринку. Сегодня вечером. После всего, что произошло? Это как-то связано с их дальнейшими планами. Сарин должен выступить с речью. В списке гостей вся верхушка монарха. Крупные ученые. Даже мэр Европорта приглашен. Возникает вопрос, почему именно сейчас? Понятия не имею, но обязательно выясню. Ладно. Я уже близко. Так, в какой стороне доки? Так. Так, теперь к трейлеру подведено питание. У меня тут чемоданчик из машины Уилла и вытряхнули содержимое на стол. Уилл говорил, что для ликвидации разлома ему было нужно что-то из чемоданчика. Но там ничего не было, кроме телефона и ключа от бассейна Брэдбери. И что с ним было делать, непонятно. Джек, это Бет. В монархе засекли, как твоя подруга роется в секретных файлах. Это вообще-то строго запрещено. Эми. Надо за ней вернуться. Не надо. Я ее подберу. Где ты? Направляюсь в доке к полу. Забудь про Сайрина. Я вытащу тебя оттуда. Встречаемся в доках. Монарх использует первый канал. Слушай их, чтобы не застали врасплох. Еще, Джек, не делай глупостей. Спасибо за доверие. Закрыто. Поищу другой проход. Пронесло. База, около зоны добычи произошел взрыв. Угадайте с трех раз, кто его устроил. Чарли, не засоряй эфир. Группе ударник занять оборону вокруг эпицентра. Вас понял. Я... Я сразу узнал мастерскую Уилла. По старому рекламному счету над ней. Район, который мы называем Эпицентром. Мастерская была явно важна от того, что я не знаю. Я хотел узнать, что в ней. Тем более, я не видел другого выхода, кто был в царе. Это какой-то щит! Это какой-то щит! Еще бы чуть-чуть. Подкрепление возле зеленой зоны. Вижу цель. Вижу цель. Вижу цель. Штат, подвигаюсь, прием! Штат, подвигаюсь, приеме, 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 приеме! Штат, подвигаюсь, приеме, приеме! Штат, подвигаюсь, приеме, 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 приеме! Штат, подвигаюсь, приеме, приеме! Штат, подвигаюсь, приеме, приеме! Штат, подвигаюсь, приеме, приеме! Пол разработал технологию, позволявшую двигаться в зависаниях. Он знал о разломе, готовился к нему, но не пытался его предотвратить. Продолжение следует... Продолжение следует... Уилл вам не рассказывал, чем именно занимался в той мастерской в эпицентре? Нет. Эту часть своей жизни он от меня скрывал. К такой дикости я оказался совершенно не готов. Но она и сравниться не могла с тем кошмаром, который здесь разыгрался позже. Какого черта... Что это? Какого черта... Что это? Это... Уже случилось. Какого хрена? Я специально заказывал мне обий титан с медным покрытием. Уилл. Это невозможно описать. Уилла не было. И... Одновременно он был повсюду. Это его вторая жизнь, о которой он не говорил. Все, от чего он меня оберегал. Оно все было вокруг меня. Загадка. В плену обломков времени. Мы все были уверены, что он пустил свой грант на ветер. Погубил свою карьеру ради какого-то бредового провального эксперимента. Он нас сам в этом убедил. Но то, что он здесь построил... Оно работало. Работает. Работает. Продлить мой грант еще надо. Пожалуйста, не делайте этого. Алло? Алло? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Противовес. Господи, только бы сработал. Уилл. Ее не стало. Пол. Пойдем со мной. Мы выживем. Нет. Только ты видела то же, что я... Не надо! Нет! Отдай прибор. А вдруг ты ошибся? Я знал, что произошла какая-то ужасная ошибка. Но все перепуталось, как неразрешимая головоломка. Я не знал, что думать. После мастерской вопросов стало еще больше. События в университете были лишь частью чего-то большего. Чего-то, что началось 17 лет назад. Так, доки. Попасть в доки. Еще немного. Мне нужен пол. Я никуда не полечу. Пока Джек еще здесь. Его надо. Пол. Ты в критическом состоянии. А еще стресс. Без процедуры. Ты знаешь, что может случиться. Отправляйся на остров немедленно. Я подготовлю прибор. Придешь в форму как раз к началу приема. Вынужден с тобой согласиться. Сама заход. Подготовьте мой вертолет. Нет. Так просто тебе не уйти. Нет. Я никуда не полечу. Пока Джек еще здесь. Его надо. Пол. Ты в критическом состоянии. Открыть огонь! У Пола был хроносиндром. Он дольше меня прожил с хроноспособностями. Но в них ли дело? Я не знал, болен ли сам. Или это из-за путешествия во времени. В любом случае, это его нисколько не оправдывало. Продолжение следует. Продолжение следует... Да. Джек, ты же понимаешь, что Уилл меня вынудил. Что с тобой стряслось? Бороться бесполезно. Ты убил его! Объясню, когда придет время. Поговорим сегодня на приеме. Прием. Тут конец света на подходе, а вы гулянку затеяли. Конец времени не означает конец моих план. Хватит. Я не собираюсь с тобой встречаться. Я уже видел, как это происходит. Что ты видел? Ради чего все это? До скорого, Джек. Нет! Нет! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...